всем привет продолжаю видео обзор хурмы я вам снимаю видеоролики заказывала я хурму процветка кто следит за моим каналом тот знает что одна из хурмы оказалось не хурма а муршмула и это вообще-то большой минус минус тем и магазинам и производителям которые говорят что это хурма а на самом деле это не хурма зачем же так обманывать вот на данный момент я вам показываю хурму которая виргинка по-моему она у меня не перезимовала вот видно да мне казалось что она перезимовала но на самом деле она не перезимовала но я ее не выкапывала так она у меня стояла лето-лето поливала короче и вот из корня у нее стал пробиваться вот такая вот поросль поросль интересная единственное что я не могу понять на что прививалась хурма если это дичка то было бы конечно здорово и пусть хоть дичка растет потом было бы видно что тут у нас на дичке как бы заплодоносит она или не заплодоносит и листики у нее такие вот шершавенькие сами тоже но вместе с порослью здесь выросла веточка и немножко другая которая отличается она выросла на уровне прививки вот сама прививочка и с другой стороны видите по открылась почка и выросла вот это вот небольшая веточка и вот уже здесь листики они немножко отличаются они кругленькие и такие вот как ну как принципе и росла в первый год это хурма у меня до того как ушла на зиму я ее укрывала вам показывала как в принципе даже когда я сняла укрытие мне показалось что все живое там но почему почки не проснулись я так и не поняла может потому что я подрезала кончики я не знаю может не надо было подрезать ну вот эта веточка видите она проснулась и она вот такая маленькая сантиметра 15 и у нее листики у нее отличаются то есть из корня поросли листики такие длинненькие тоже шершавенькие а здесь более такие с блеском и круглые я пока не трогаю вообще этот кустик на осень оставлен но эту веточку я сто процентов оставлю и может быть еще вот эту вот оставлю которая видеть она такая вот мощная уже все снизу я потом по удаляю а может даже и ближайшее время удалю даже не знаю если честно вот я на нее смотрю на этот куст и не знаю что мне с ним делать вот но рада хотя бы что проснулась вот эта почка буду опять на зиму пробовать укрывать как-то сохранять как-то ну я думаю что вот это вот дичка она то конечно она перезимует никуда она не денется но вот только что же это за подвой такой было бы интересно узнать поэтому ребята если кто-то знает на что прививается хурма или на что похоже вот эти листики то напишите в комментариях потому что я не разбираюсь на ощупь да они тоже такие вот шуршавенькие но вот эти они тоже шуршавые но они более с блеском вот так сейчас как бы оживает моя хурма виргинка но хотя бы этот сорт он более менее вроде бы подтвердился а вот форма россиянка которая оказалась маршмулой но это совсем никуда не годится ну как бы обидно что заказываешь то что тебе нужно тебе присылают то что тебе абсолютно не нужно я посмотрела как выглядит маршмула и честно мне особо я впечатлилась и кстати кстати ребята я-то заказывала у двух фирм когда я заказала у процветка хурму да мне прислали два дерева без корней и я вроде как отправила претензию и пока претензия там рассматривалась я успела заказать в другой фирме не помню какой наверное это бэкер бэкер это сейчас же много всяких этих интернет-магазинов и заказала я тоже россиянку но так как это наша белорусская фирма скорее всего они закупываются у одного и того же поставщика привитых саженцев и там тоже оказалась маршмула то есть у меня теперь растет два дерева маршмулы сейчас я вам покажу вот одно дерево типа как хурма россиянка которая оказалась маршмулой кстати очень подвержена тли обрабатывала за лето раз пять уже плюнула и уже последний раз просто пришла оборвала все вот эти вот листики скрученные вот их так вот просто беру и отрываю и только тогда начала расти вот эти вот кончики вот деревца вот видите то же самое это просто какая-то напасть и обрабатываешь и не можно же их и даже и добраться туда они же так скручиваются листья здесь что внутрь обработка не попадает поэтому я эти листики просто так вот беру и удаляю вот это одна хурма россиянка которая оказалась маршмулой сейчас покажу вторую вот так ребята выглядят ягоды маршмулы на вид вы видите что они небольшие маленькие по вкусу многие говорят что они напоминают чем-то лычу сливу и даже есть легкие нотки цитрусовых кто-то их готовит из них варенье кто-то закатывает ну проверим что это за ягоды как они выглядят и как их кушать а вот второе деревца маршмула вот два разных магазина один и тот же сорт получился у производителя то есть из чего я делаю выводы что эти магазины закупываются у одного и того же производителя который прививает хруму но зачем обманывать людей я не знаю то есть изначально здесь должна была быть хурма россиянка а оказалась какая-то маршмула а зачем она мне я ее принципе не хотела и выбросить уже жалко и пересадить как бы не знаешь уже куда но здесь немножко она лучше растет здесь не так на нее нападает для вот что мне делать с этой маршмула если честно я не совсем понимаю но и выбросить уже как бы мне тоже жалко посмотрим будет она плодоносить не будет что это будет за плоды такие понравятся они нам или не понравится в этом году был один цветочек я вам показывала как она цвела но ничего здесь нету то есть ничего не завязалось поэтому тоже непонятно нужен ей опылитель не нужен это ему шмоль опылитель то есть меня если честно вот такие вот обманы настораживают и не хочется больше у этих магазинах покупать ничего хочется найти нормального толку того кто выращивает это все хотя бы ту же хурму те видеоролики которые показывает у нас белорусский наш блогер который выращивает и прививает форму него там теплица я не смогла у него заказать вот он говорит заказывайте там на сайте там заказывайте я не смогла заказать никто не принимает заказа никто не отвечает и вообще я считаю что это все просто для того чтобы привлечь внимание к этой хурме скорее всего если там что-то и продается это продается оптами на заказ они вот так вот как по интернет магазинам потому что и я не смогла и очень многие люди не смогли заказать и в общем все это ерунда нужно искать нормального производителя который выращивает нормальную хурму прививает но у нас беларуси к сожалению я пока их не нашла а вот видите я заказала в магазине интернет магазине и какая мне пришла разница мне пришло то что мне вообще не надо вот поэтому буду искать возможности покупать хурму в другом месте думала с украины прислать там хорошие сорта есть и хорошие продавцы но пока не понимаю вышлют оттуда не вышлют может быть саженцы оттуда не высылает пока еще не поняла так что если у вас есть ну совет где можно купить хорошую хурму мне все-таки хочется посадить пару деревьев именно хурмы они всякой муршмулы то пишите в комментариях я вам буду очень конечно благодарна ну а я вам буду снимать видеоролик все-таки про эту муршмулу тоже потому что я вообще не знаю что это такое с чем едят и какие едят и какая она на вкус поэтому если вам интересно подписывайтесь на канал и будем вместе с вами смотреть и наблюдать что мне прислали и что из этого получится ну и буду ждать от вас советов если вы знаете где купить хороший сорт хурмы пишите в комментариях буду вам очень благодарна ну пока всем до встречи